Так, всем привет, друзья! Меня зовут Олья Ермилова. Я занимаюсь тем, что помогаю людям научиться с помощью изменения своего мышления управлять своей реальностью. И сегодня у нас будет классный эфир. Я надеюсь, что все будет. Я тут поставила резервный свет, потому что в Киеве частенько выключают свет. Но будем настраиваться на хорошем, раз уж мы говорим о программировании реальности. Сегодня выбрала тему, когда хочу поговорить с вами о том, как сделать выбор, чтобы не ошибиться в этом выборе. И мы будем говорить сегодня об очень многих вещах в контексте выбора, потому что... Дело в том, что я очень часто вижу, слышу, получаю кучу сообщений у людей с вопросами, как быть в той или иной ситуации, как себя правильно вести. И вот эти вот наши мтарства, наши мучения постоянно, как себя сейчас... Ну, вот тут можно, знаете, глобально подойти к этому вопросу. Ну, например, если вы живете в Украине, и вас конкретно касаются военные вопросы, конечно же, постоянно идет разрыв. Как правильно себя чувствовать, когда постоянно кто-то погибает, когда постоянно что-то разрушается, тебе фокусироваться и пытаться прожить все эти страдания, или тебе можно продолжить жить и позволить себе радости, позволить себе говорить о развитии, позволить себе о чем-то мечтать, думать и каким-то образом воплощаться, вне зависимости от того, где ты сегодня находишься в другой стране, или если ты находишься непосредственно здесь. Ну, согласитесь, эта темка такая болючая. Следующие моменты – это, например, история выбора того, когда ты очень хочешь развиваться, ты признаешься себе в том, что ты хочешь денег, ты хочешь успеха, ты хочешь чего-то достигать в этой жизни, и в то же время тебе как-то неудобно, потому что люди, которые окружают тебя, навязывают тебе какие-то собственные, а я сегодня об этом с вами поговорю, ценности. Они, например, говорят о том, что деньги, развитие – это совсем не главное, главное, чтобы ты был хорошим человеком. Как быть в том, когда, например, ты чувствуешь себя несчастным в моменте здесь и сейчас, в моменте отношений, в которых ты находишься, например, там, своего брака или каких-то отношений, когда вы встречаетесь, или на моменте, там, работы, да, когда, возможно, в общепринятых рамках ты смотришься как человеку, у которого, ну, знаете, даже не то чтобы неплохо, который зажрался. И вот иногда у человека возникает такое ощущение, что как быть? У меня же вроде бы всё хорошо, и, может быть, даже со стороны очень хорошо, но я себя при этом чувствую паршиво, да, у тебя начинается вот это вот в голове огромная куча диалогов. Или, например, там, я отправилась отдыхать, во-первых, как я позволила себе отправиться отдыхать, во-вторых, я вроде бы отдыхаю, и в это время в моей стране, среди моих близких происходят страшные вещи. В общем, психика нормального человека сейчас не то что не выдерживает, у неё огромное количество вопросов. И вот сегодня мы как раз и поговорим с вами о том, что себе разрешать и как не жалеть об этом выборе. Давайте начнём с, наверное, самого ключевого момента, с которого я всегда сама начинаю, когда у меня начинает разрываться голова от количества мыслей и выданных, и невыданных для себя разрешений, что мне можно, что нельзя, я себя всё время спрашиваю. Ты что делаешь вообще? Ну, я отвечаю на этот вопрос так. Я пришла в этот мир. Окей, ты пришла в этот мир для чего? Просто чтобы по нему как-то пройтись, пробежаться, чтобы просто прожить кучу эмоций, или у тебя всё-таки есть цель и мысль, ты допускаешь в голове о том, что ты пришла сюда для получения некоторых уроков и для того, чтобы что-то отдать. Потому что каждый всё равно приходит как бы с двумя посылами, ну, как мне кажется, что-то взять и что-то отдать. Это происходит в отношениях между полами, это происходит у нас в отношениях на работе, когда мы, например, что-то даём людям, и люди нам за это платят деньги, будь это наш работодатель или наши прямые клиенты. То есть можно сказать, что жизнь – это некий взаимообмен. И вот в этот момент я задаю себе ключевой вопрос. Ты правда считаешь, что ты пришла сюда, чтобы прострадать, что ты пришла в этот мир для того, чтобы страдать и постоянно сочувствовать, сопереживать, находиться в негативе, который тебя разрушает. Потому что если вы не знаете, то наши клетки с вами имеют энергетическую вибрацию, которая в среднем равна энергетической вибрации Земли. Есть специальные приборы, которые это замеряют. И вот когда наша энергетическая вибрация понижается, а представьте себе, что у Земли она достаточно высокая, и можно сказать, что наша Земля находится в позитиве, да, вот таким образом, когда наши энергетические вибрации понижаются, наши клетки начинают болеть, да, то есть это как бы уходит от нормы. Например, мы с вами знаем, что температура 36,6, если мы меряем, это нормальная температура тела. Ни у кого из нас не возникает шока, типа, боже, 36,6, что делать? Нет, мы знаем, что 36,6 – это норма, а то, что там ниже и выше, это уже вне нормы. Так вот, когда наши с вами клетки понижаются ниже энергии Земли, они начинают саморазрушаться и заболевать. И отсюда приходят изначально простые болезни, да, там, а затем происходят сложные иммунные болезни, когда человек, ну, как бы часто погибает, да, или проходит очень большой курс реабилитации. Так вот, мы с вами пришли в этот мир, судя по тому, что вибрации Земли высокие, мы пришли с вами для каких-то высоких вибраций, то есть мы пришли для того, чтобы что-то проживать и получать от этого удовольствие. Но, естественно, что в мире происходит много всего, да, и мозг спрашивает, ну, ты что, извращенка, какое удовольствие ты можешь проживать, когда всё так плохо? И вот здесь важный вопрос, который я вам рекомендую себе задать, а всё ли так плохо? Потому что если мы смотрим масштабно там на ситуацию, например, война, вирус, да, это плохо, но если мы с вами начинаем рассматривать частный случай, конкретный, то мы можем с вами увидеть, что для многих именно эти моменты являются, поставьте, пожалуйста, сердечко, если вы с этим согласны, невероятной точкой роста. Почему? Смотрите, любой кризис, а мы можем смело, что такое кризис? Это что-то, что происходит неожиданно, да, то есть то, что выбивает нас из нормального состояния, то, что заставляет нас как бы встряхнуться, да, мы такие с вами спим, такие идём там, у нас, например, дома вот всё тихенько и спокойненько, и мы так привыкли, и вдруг кто-то кричит. Нас это выбивает, но в жизни как всё устроено. Если мы с вами делаем одинаковые действия, ощущаем одинаковые эмоции, мы с вами попадаем в некую банку, которая называется картиной мира, там, нашей, ну, нашей коробочкой, в которой мы живём. Ну, зачастую, как человек устроен, мы живём в своей коробочке, и при этом что говорим? Вот хорошо бы в другую коробочку. Что такое мечта? Это наш некий посыл на какую-то другую жизнь. Мы говорим, вот я бы хотела там такие-то отношения, вот я бы хотела, чтобы мой мужчина там вёл себя так-то, я бы хотела другую работу, я бы хотела бизнес. То есть по факту мы заявляем, что мы хотим чего-то другого, да, наши мечты, это как бы заявочка такая, которая пишется, я хочу чего-то другого. Но одинаковые действия приводят нас к одинаковому результату. Два яйца, которые вы бросаете на сковородку, никогда не станут двумя апельсинами. Понимаете? Что такое кризис? Кризис – это то, что в какой-то момент заставляет нас выйти из привычного. Первое – проявить то, что в нас есть. Объясняю, смотрите, вы апельсин, да, вы апельсин. И вот вы находитесь в нормальном состоянии, вы апельсин, тут апельсин и тут апельсин. Когда с нами происходит кризис, нас сжимает, да, потому что состояние стресса, оно и похоже на вот это вот, типа, что это, да, мы сжимаемся. И из нас вытекает то, чем мы являемся в этот момент. То есть, если, например, в нас на самом деле очень много идейности, креативности, энергии, то в тот момент, когда она сжимает, у нас начинается фонтан. То есть, у нас начинается фонтан действий. Да, первый момент – это может быть страх, испуг, о боже, что происходит. Но затем из нас начинает очень активно, нас поджимает, из нас очень активно начинает выливаться то, что есть. Поэтому, например, извините, из кого льется очень много говна, вот прям, знаете, такой поток пошел. Ты прям сидел, и ты даже не знал, что человек рядом с тобой такой злой, к примеру. Это говорит, и вот проходит время, проходит кризис, проходит стресс, вроде бы уже, типа, все пережили что-то, а с человека вот этот шлак просто идет, не может успокоиться. Это говорит о том, что у человека этого в избытке. Вы же никогда не видели, что, например, вы берете апельсин, сжимаете его, из него пошла кока-кола, но вы вряд ли видели такое. Вот то же самое происходит и здесь. В кризисные моменты мы проявляем не то чтобы свои лучшие стороны, мы проявляем то, что в нас есть, да, лимон не может проявить себя в кризисные моменты, такой, типа, стану ананасом, наконец-то, блядь, так ждал, когда я стану кем-то нормальным, не лимоном, да, потому что все люди, когда смотрят на меня, их все время ворочат. Вот, типа, стану ананасом. Нет, мы в кризисные моменты можем проявить только то, кем мы являемся на самом деле. Поэтому, если мы с вами в частном случае посмотрим на кризисные ситуации, даже на то, что происходит сейчас, а мы не можем на это не смотреть, то мы можем сказать, что это в частном случае дает нам возможность увидеть себя и тех, кто нас окружают, такими, какие они есть. Почему? Смотрите, мы с вами всегда живем и жили, давайте так, мы с вами всегда жили по принципу того, что наша жизнь, это какой-то бесконечный путь, мы помним, как мы в него сто лет назад пришли, помнишь, когда я была маленькой, помнишь, вот какая-то история, и у нас с вами существует некая иллюзия того, что закончится, он хрен знает когда. То есть, мы находимся в некой точке бесконечности, такой процесс бесконечности, и у нас есть полно времени на то, чтобы искать себя, свое предназначение, свою половинку, свое дело жизни. Мы так с вами живем, что нам реально кажется, что у нас на это полно времени. И вот наступает некая кризисная ситуация, которая нас сжимает. А данная кризисная ситуация, она вообще в микромасштабе офигенная. Почему? Потому что вдруг на вас светит фонарь, и вы видите себя таким, какой вы есть, вы видите себя не в контексте того, какая у вас квартира, машина и прочие атрибуты, а в контексте того, каким набором личных качеств вы обладаете. Что вы можете делать в ситуации, когда у вас ничего нету, кроме вас самих, по сути. Когда вам нужно принимать какие-то решения, где быть, что делать, как себя чувствовать, как реагировать, как находиться вот в полной такой подвешенной ситуации. Вы знаете, вы вот как рыбка, вы плавали в аквариуме, такие, вам подливали, значит, там водичку, чистили ваш аквариум, сажали там какие-то новые листочки и еду бросали все время. И тут вас взяли в сетку и подняли. И у вас полная неопределенка. И вам сейчас надо принимать самостоятельное решение. То ли вам надо выпрыгнуть из сетки, то ли вам надо расслабиться в этой сетке и подождать, пока вас перенесут, то ли вам надо прогрыть, стать пираньей и прогрызть эту сетку. То есть, мы принимаем решение. И вот этот кризис и определяет, какой рыбкой вы являетесь. Поэтому, если мы посмотрим с вами в частный случай, вот в частный, в маленький спектр вот этого большого кризиса, мы увидим, что это для человека настоящее спасение. Это для человека и есть жизнь. Когда мы перестаем смотреть на жизнь, как на что-то абстрактное, длинное, непонятно, когда начавшееся и когда закончившееся, в конкретный момент мы все осознаем только одно. У меня есть мое сегодня и мое сейчас. И я не хочу ставить долгосрочные планы, цели, потому что я понятия не имею, что там будет в этом долгосрочном. Я хочу проживать свою жизнь сегодня, вот сейчас. И прямо сейчас мне нужно принимать решение. И удивительно, но у многих продолжает оставаться, вы можете, кстати, писать вопросы, несмотря на то, что я такая красноречивая, у многих продолжает оставаться главный вопрос на тему того, а правильный ли я выбор сейчас сделаю, а что, если мой выбор будет неправильный. И вот это вообще буквально то, что, знаете, разрывает мою голову, потому что, как вы до сих пор не понимаете, что это сугубо эксклюзивно и исключительно ваша жизнь и ваш выбор. Понимаете? Вот смотрите, если, например, я вам дам, приглашу вас в казино и скажу вам, я даю тебе 100 тысяч долларов, 10 тысяч долларов, сыграй, это будет одна игра, но если я тебе скажу, а пойдем со мной в казино, тебе нужно 10 тысяч долларов, продай для этого свою квартиру, это будет совершенно другая игра. Когда мы играем на свои собственные деньги, когда мы делаем ставки на то, что принадлежит исключительно нам, мы играем совершенно по-другому. Точно так же и в вопросе выбора. Когда вы принимаете свои собственные решения, какими бы они ни были, вы несете за них ответственность и вы относитесь к ним совершенно иначе, нежели, чем когда вы пытаетесь, чтобы кто-то помог вам выбрать. Что такое вообще помощь выбора? Вот смотрите, взрослый человек, это, кстати, не все знают, отличается от ребенка тем, что взрослый человек может и должен самостоятельно принимать решения и жить своей собственной жизнью. Я не знаю, говорила ли вам мама в детстве о том, что вот вырастешь и будешь делать то, что ты захочешь. Мне мама такое говорила и это прям очень сильно побуждало меня вырастать. Вот знаете, многие люди боятся вырасти, потому что тогда мама не будет давать деньги, мама выпихнет из дома, значит, она не будет готовить тебе еду и тебе придется самостоятельно жить. И вот, кстати, если вы такая мама, то дайте себе больно по голове сковородкой и перестаньте портить жизнь своим детям, подстеливая им и помогая им, потому что это портит жизнь ребенка. Хорошая мать, это которая там максимум 18 лет сказала, все, пока, до свидания, вот, увидимся когда-нибудь в следующий раз, иди, а до этого еще каким-то образом научила себя прокормить. Вот, это идеально. Так вот, для меня позиция взрослого человека, это прежде всего позиция, тогда, когда я самостоятельно могу принимать решения. Сама решаю, с кем жить, сколько денег мне зарабатывать, насколько великой стать, как проводить свое время, куда ездить путешествовать. Вот, видимо, тут мама говорила, выйдешь замуж и делай, что хочешь. Вот, мамы были, да, другое представление про прекрасную жизнь. Кстати, это очень у многих, да, такой перевес на женщину, что, типа, тебе надо выйти замуж, то есть, передам тебе какой-то другой мамке или папке. Для меня, например, взрослая жизнь была про это. То есть, я хотела вырасти, чтобы поскорее перестать предаваться унижению прошения денег у мамы. И это офигенная штука, я вам хочу сказать. Я, мало того, вот я сейчас, как бы, изменила свое личное, как это, личный статус, да, и, наконец-то, как оказалось, стала опять предоставлена сама себе. То есть, я полностью во всех вопросах принимаю решения сама, да, сколько денег мне тратить, даже сколько мне зарабатывать, вот, что мне купить, куда мне поехать, как мне распорядиться своим временем, куда мне пойти или не пойти, и мне это офигенски нравится. Так вот, вопрос выбора, это вопрос взрослого прерогатива взрослого человека, если вы ловите себя на том, что в любой ситуации, что купить в магазине, какое приложение установить, какую книгу почитать, на какую работу пойти, кому идти на тренинги, или, например, вы там, знаете, посмотрели какой-то вебинар, да, и зажглись, и говорите, я хочу пойти и купить там обучение. И ваши родственники такие, близкие люди говорят вам, ты что, это же лоходром, зачем тебе это надо, и ты такой раз и сдулся. Знаете ли вы, что вот в продажах, например, если вы какие-то курсы по продажам проходили, тренингов, чего-то там, всегда говорят, что дожимать нужно горячих, то есть вот, когда вы, например, смотрите какой-то веб, и вам говорят там, оставь прямо сейчас заявку, и ты получишь скидку там большую, ты оставляешь заявку, и тебе прям во время вебинара очень часто звонит продажник, и говорит, срочно покупай, он звонит вам не просто так, потому что, если вы оставили заявку, у вас только что это зажгло, вам понравилась эта идея, но как только вы пойдете к своим родственникам, друзьям, знакомым, которые не были на этом вебинаре, которые сидят и все знают про жизнь, знаете, такие знатоки, они сидели и смотрели только что новости там или еще что-то, и вы им скажете, я иду там на какой-то там тренинг, я там хочу чего-то, они тебя начнут тут же остужать, вот кто с этим знаком, поставьте плюсики, пожалуйста, они начнут тебя тут же остужать и рассказывать тебе, что это все лоховство, что это все не работает, что надо зарабатывать деньги честным трудом и так далее, и так далее, и так далее, и вот в жизни такие моменты можно ощущать очень часто, когда ты чем-то, не важно там, ты решил новый навык приобрести, ты решил, знаете, у меня какая-то такая была тема, я была на мастер-классе у своей подруги Юли, которая занимается темами секса, и короче она там напоказывала кучу всяких прикольных штучек, там все намазала, и я такая как-то сижу и думаю, блин, вообще у меня наверное до этого не было секса, вот, вот судя по тому количеству всего, чего существует, я наверное не знаю, что это такое, я такая прихожу и говорю, ты знаешь, нам надо все это заказать, короче, мне кажется, что все, вот прям я нашла решение всех вопросов, как сделать секс после там 10 лет брака супер зажигательный, вот, и там мой муж говорит мне, Оля, ну что за фигня, люди или хотят друг друга, или не хотят друг друга, все это значит там тра-та-та, вот, и вот знаете, я с вот этими темами сталкиваюсь повсюду, поэтому я для себя однажды вывела очень четкую формулу, ни с кем, ни в чем не советоваться, чтобы это были как мои успехи, так и мои ошибки, я хочу сама получать удовольствие и неудовольствие от тех решений, которые я принимаю, ну мать твою, ну я, например, взрослый человек, мне вообще в этом году сороковка, в конце концов, имею ли я право, женщина, которая там родила детей, которая построила кучу всяких бизнесов, и даже вообще в принципе, которая просто родилась, имею ли я право сама решить, что мне делать, как правильно, как пробовать, как не пробовать, вот я обожаю это чувство, и я еще раз хочу вам сказать, что если вы ловите себя на том, что вам нужно чье-то одобрение, и вы все время в чем-то сомневаетесь, это как раз говорит о том, что у вас проблемка в том, что вы до сих пор почему-то ощущаете себя ребенком, поэтому давайте перевернем ситуацию, и посмотрим вообще плюсы в том, чтобы быть взрослым человеком, жизнь невероятно увлекательна, даже в том пиздеце, в котором мы с вами живем, потому что сейчас, повторяю, есть невероятная возможность посмотреть на себя в деле, когда ты говоришь себе, так, Оль, пока тревоги нет, пока ракета не прилетела, у тебя есть полно возможностей, пока свет не выбили, отлично, ты сейчас можешь узнать, на что ты готов, то есть, знаете как, правила игры немного поменяли, и стало интереснее, да, или, например, вы, благо, лишены вот этой истории, но вы приняли для себя решение переехать, да, и вас окружает совершенно новая страна, новые люди, новые правила, новый язык, короче, куча всего, вместо того, чтобы находить в этом моменту Божия, там все вокруг говорят, ты должна идти, кстати, я консультирую многих девочек из Европы, и вот им все время говорят, ты тут никому не нужна, ты должна идти, там и работать, там убирать дома, ты там больше ничего не можешь сделать, ну, вот какой-то такой статус, задайте себе вопрос, а почему я, собственно, никому не нужна, и почему я, собственно, ничего не могу сделать, мне в конце концов сколько лет, почему я сама не могу выбрать себе, кем я хочу стать, почему я вообще не могу принять решение, я замечала за собой такое, и недавно я кого-то консультировала, уже не помню кого, и девочка мне сказала такую штуку, речь шла об отношениях, и она говорит, я нахожусь двумя мужчинами, все вспомнила кого, я нахожусь двумя мужчинами, ни один, ни второй мне не подходит, но я жду, пока каждый из них сделает шаг для расставания, потому что я сама этого сделать не могу, вот я хочу вас всех призвать не к расставаниям, а к тому, чтобы ощутить, насколько офигенно брать ответственность за собственный выбор, каким бы он ни был, вы увидите, что ваша жизнь разделится на до и после, когда вы попросту начнете принимать собственные решения, когда вы сами будете решать, сколько вам ложится спать, с кем вам дружить, кем вам быть, сколько вы можете заработать, да, не говорить, что невозможно, а если я хочу, я хочу такую жизнь, я хочу переехать в такой-то город, я хочу, следующий вопрос, готова ли я для этого что-то делать, и если да, то погнали, поверьте мне, люди, которые вас сегодня ограничивают, это ваши враги, это не ваши друзья, и нужно, вы рано или поздно, все равно, либо столкнетесь с двумя ситуациями, либо первое, вы схлопнетесь, ну, то есть, вы просто схлопнетесь, вы не будете никак развиваться, либо второй момент, вы возненавидите человека, который постоянно вам рубит крылья, вот если вы чувствуете в себе, вот обратите на это внимание, что при общении с вашими, там, близкими, друзьями, не знаю, любимым, у вас вырастают крылья, когда вы о чем-то говорите, и вам их обязательно подрубают, вам обязательно дают тут же контраргумент, почему это не про вас, почему у вас не получится, или почему тот, кто это сказал, плохой, вот вы все время будете ловить себя на этой кнопочке, вот у вас так типа раз из двух сторон, да, и вернули на место, вы опять типа только свои крылышки, вас опять раз с двух сторон, и вернули, это вообще не те люди, которые вам нужны, люди делятся на много групп, но мы их сейчас поделим на две, одна группа людей, это знаете, такая кучка людей, которые, например, вот есть обрыв, есть там доска для прыгания, внизу там есть, как это называется, батут, и вот это люди, которые постоянно прыгают, они хотят перепрыгнуть на другую сторону, у кого-то получается сразу, у кого-то получается сотые попытки, но это люди прыгающие, и вот они там все такие, они там никто не критикуют, никто друг другу не говорит перед прыжком, слышь, ты уверен, что у тебя получится, может это не твое, может тебе в другую кучку, нет, и есть другая кучка людей, которая сидит, плотно держится за стул, двумя руками, и говорит, не надо туда прыгать, вдруг у тебя не получится, а вдруг ты разобьешься, ты говоришь, ну там батут, они говорят, ну на батут тоже можно неудачно приземлиться, а если ты будешь прыгать, и в итоге не допрыгнешь, и будешь себя считать всю жизнь неудачником, то есть вот понимаете, ваша задача определиться, к какой категории людей вы идете, если вам сложно определиться, задайте себе вопрос, такой философский, думаете ли вы, что вы рождены для того, чтобы всю жизнь просидеть на стуле и крепко держать его руками, думаете ли вы, что вас для этого прислали, вас фантастическое создание, с триллиардами клеток мозга, с безумными возможностями, вас в эту жизнь прислали для того, чтобы вы крепко нашли свое место и держались за него, по сути нашли стул с надписью, подписали его фломастером и крепко за него держались. Жизнь это про приключения, жизнь это про развитие, жизнь это про то, чтобы узнать, на что вы способны. Да, вокруг происходит много катаклизмов. Вы играли когда-то в компьютерные игры? Помните, когда ты бежишь на каком-то уже там седьмом уровне, и в тебя, мать твою, летит все, и горящие котлы, и какие-то грибки, и крутится какое-то колесо, и ты думаешь, сука, откуда его столько всего взялось? Но ты бежишь на этом адреналине, потом куда-то падаешь, и начинаешь сначала. Вот ваша жизнь со временем, чем больше вы развиваетесь, только при условии, что чем больше вы развиваетесь, она начинает быть похожа на эту игру, и она заставляет вас находить новые возможности и открывать свои способности. Потому что если ваша жизнь похожа на то, что вы сидите все время на своем стульчике и смотрите через все, только через большой стеклянный экранчик, то вы просто сидите и даете всему оценку, вне зависимости от того, будут проходить межгалактические войны или еще какие-то. Вы не игрок. Вы просто сидите, за всех боитесь, переживаете, плачете. Знаете, есть такая замечательная профессия, в кавычках, не профессия, какой-то такой вид, когда снимают телевизионные шоу, там есть зрители. И вот если вы обращали внимание, когда-то смотрели телевизор, то зрители в основном, это всегда, особенно в стране, с которой мы сейчас не дружим совсем, это было очень четко видно, там поле чудес и так далее, там сидят всегда пенсионерки. И они там сидят, вы же не представляете, эти телевизионные шоу снимаются сутками. И они сидят и хлопают. И им там, значит, показывают, когда хлопать, когда делать, когда делать, ой-ой-ой-ой, и платят за это деньги. Вот в момент, когда вы принимаете решение найти себе спокойный островок на месте, в жизни своей, сидеть и не рыпаться, и не пробовать ничего, и просто держаться, и, как мы говорим, пытаться выжить, что меня вообще поражает, даже среди моих умных подружек, я часто слышу эту фразу выжить. Алло, что значит выжить? Наша игра сейчас, жизнь, она вот такая вот. И выжить, это означает просрать вообще все. Я вам повторяю, жизнь – это проразвитие. Только сталкиваясь с трудностями, только сталкиваясь с новым, вы попадаете и вынуждены получать новый опыт. А новый опыт – это значит новые проявления себя. Как я поведу себя сейчас в этой ситуации? Вам постоянно подбрасывают задачки, которые вам нужно решать. И вы через это получаете свой жизненный опыт. Вы учитесь переживать какие-то ситуации, вы учитесь сострадать, вы учитесь продолжать жить, несмотря на все, что происходит. Вы открываете в себе новые способности, вы открываете навыки коммуникации, вы себя распаковываете, получше уж всякого коуча из Инстаграма. Понимаете? Соприкасаясь с жизненной реальностью здесь и сейчас, со стрессовыми ситуациями, вы и получаете невероятный опыт. А вы вместо этого хотите от него спрятаться и переждать, пока все закончится. Но жизнь-то хитрая. И я вам уже говорила, что ее скорость, жизненная энергия, величина ее энергетических вибраций, замедляется с помощью прибора Шумана, можете почитать, она постоянно растет. И она сейчас с каждым годом растет все больше и больше, потому что Вселенная вот так нас готовит. И, кстати, самые вот такие пики, они начались перед ковидом. Заметили ученые, что уровень Шумана, энергетический уровень вибраций Земли, стал расти. И сейчас это продолжается, потому что люди, это называется эволюцией, люди должны эволюционировать. Не могут быть больше люди, которые остались на уровне развития 80-х, 90-х или даже 2000-х. Эти люди начинают потихонечку списываться. Поэтому мы сейчас видим многозадачных, активных, ярких, молодых. Посмотрите, 20-25, это люди, которые уже разрывают просторы интернета, создают совершенно безумные стартапы. Это люди, которые, чей мозг уже видит, мыслит гораздо больше. Нам-то с вами хоть как-то надо двигаться, а не сидеть и искать себе местечко. И вот вы стоите перед выбором. Уйти ли мне из отношений, в которых мне тяжело, и сохранить брак ради детей? Стоит ли мне разрывать отношения с мужчиной, который обеспечивает мне оплату за мою квартиру? Ну, я его не люблю, ну, кто же будет платить за мою квартиру? Стоит ли мне продолжать заниматься тем делом, которое я занимаюсь, которое я ненавижу и терпеть не могу? Но как же я смогу найти другое дело? Уровень вопросов на двойку, минус два. Вот это уровень вопросов. Вы теперь спросите свою голову, подойдите в зеркало и скажите себе, алло, тебе вообще не стыдно? Тебе вообще не стыдно задавать себе такие вопросы? Тетя, дядя, которому 30, 40, 50 лет, сколько вам там лет? Подойдите и спросите себя, мне не стыдно перед собой, перед своими детьми, вообще, ну, хотите, перед бабкой, где и какой-то там. Не стыдно вообще в этом быть? Фантастическое время для роста и возможностей невероятное. Потому что, если раньше вы такие сидели, у вас было полно времени, и вы, я кажусь украинскую, ныть гувалы. Що б ще таке зробити, бо гроши є, і треба ще чомусь повчитися там, і выходили, учили. Сегодня я себе не позволяю, например, роскоши учиться, не внедряя знания. Обязательно учусь внедряю, учусь внедряю, потому что время стало ценным, потому что я не знаю, че там у нас будет дальше, но очень хочется в этой жизни чего-то узнать, как-то преуспеть. Хочется просыпаться. Не от страха будет тревога, не будет, будет ядерная война, новый штамп ковида или еще чего-то. А что я сегодня смогу сделать, как я сегодня смогу стать лучше? Что я сегодня в себе нового открою? Какую пользу я сегодня смогу дать какому-то количеству людей? Но очень обидно представлять, что есть полно людей, которые пришли в этот мир и влияют с позитивной стороны на жизнь других, а ты нет. А ты влияешь на жизнь унитаза, вот, или ты влияешь, я не знаю, там, на жизнь улицы, на которую ты плюешь или харкаешься. Вот и все твое влияние, да, влияние на этом окончено. Или ты влияешь на жизнь телевизора, или, ладно, компании Netflix, сидишь и смотришь сериалы. Понимаете? Открывайте себя, перефокусируйтесь. Да, есть то, что происходит. Да, на это можно по-разному смотреть. Но есть глобальный масштаб, а есть маленький, маленький человечек вы, чья задача работать с собой, чья задача менять себя. Происходит сейчас в мире глобально. Мы видим новых людей, новые мысли, новую политику в том числе, да, новых представителей. Мы видим уже с вами, что мир поменялся, и он продолжает меняться. И у вас есть выбор. И выбрать должны вы. Остаться по ту сторону или начать развиваться в этом. Причем не важно, что вы будете делать, каким образом. Самое главное, чтобы вы понимали. Вы знаете, я только что смотрела на ютюбе, вышел такой документальный фильм про ребят наших, которые, ну, можно назвать ветераны войны, да, которые потеряли конечности. И что меня поразило, всех ребят, которых показывают, каждый из них говорит, я ждал войну, я всю жизнь мечтала о войне, я совершенно не жалею, что я потерял конечности, я воин. Я ждал, когда начнется что-то, когда я смогу проявиться. И вы знаете, меня прямо иницитировало, что ведь огромное количество людей сейчас находится на своем месте. То есть не ушли, потому что их призвали на фронт, а потому что они этого ждали. Они в этом, ну, они говорят, мы там смотрели, у меня там прадед был казаком, я там учился, там, не знаю, скакать верхом, бить копьем, стрелять из ружья. Таких людей тоже дофига. И у каждого сейчас идет свое развитие, сбываются свои мечты. И если вы посмотрите на ваши мечты, посмотрите списочки, то вы увидите, что многие из ваших мечт либо сбылись, либо сбываются прямо сейчас. Возможно, не так, как вы себе представляли, но многие из вас переехали за границу, живут в домах, работают в иностранной компании, многие нашли себе другого мужчину или первым делом расстались с этим мужчиной. Вопрос в том, что ваши жизни меняются. И еще раз говорю, выбор происходит по двум сторонам. Осознанный выбор, когда я сама принимаю такое решение и когда жизнь, хочешь ты или нет, она мясорубка, она вас прокручивает. Поэтому у вас есть главный выбор, принять решение. Я либо сама или сам расставляю все и решаю, да, в какой автобус мне сесть, составляю свой жизненный маршрут. Либо же я голосую на дороге или меня там кто-то подхватил, куда-то перебросили, и вы как пельмешек вращаетесь туда или обратно. Я хочу вам сказать одно. Ошибиться в выборе можно лишь в одном. Если вы передадите принятие решений кому-то другому, мы через совершение любых действий, их нельзя назвать хорошими или плохими, правильными или нет. Мы через это видоизменяемся. Понимаете? Мы приготавливаемся во время того, как мы соприкасаемся с теми или иными ситуациями. И никто не знает, если бы мы не пережили вот тот неудачный, по нашей оценке, опыт, получили бы мы в итоге то, что имеем на данный момент или там, что получим в итоге. Научитесь принимать все происходящее с вами не просто с благодарностью, там типа благодарю, а с осознанным выбором. Я хочу принять это решение и я делаю, я беру на себя ответственность вне зависимости от того, что будет дальше. Станьте наконец-то хозяином собственной жизни. Это не просто фраза. Это как идти в магазин и класть в корзину то, что вы хотите. Идти в магазин и покупать те вещи, которые вам нравятся. Пусть у вас денег хватит на одну, но это будет вещь, которая вам нравится. Это как делать макияж, который вы хотите. Идти на работу и пытаться устроиться в ту компанию, о которой вы мечтаете, а не туда, куда вас просто взяли. Вам могут 25 раз отказать, но вы будете расти, вы будете прокачивать навыки и все равно добьетесь своей цели. Это интересно. Это про то, что вы становитесь лучше. Это про проживание жизни. Да, параллельно обязательно будут происходить катастрофы. Будут уходить те люди, которые должны уйти. И никто, опять-таки, не знает из нас, кто это будет. Это нормально, учиться сопереживать, сострадать, сочувствовать, проживать боль. Это нормально. Но ненормально зацикливаться на этом. Потому что, если вы на этом зацикливаетесь, это говорит только о том, что у вас нет собственной жизни, что у вас нет собственных целей, что у вас нет других стремлений, что вы понимаете, что вы никому больше не нужны. А не нужны вы потому, что вы ни для кого ничего классного не делаете. А работа, бизнес – это всегда про пользу, которую я приношу другим людям. Так найдите в этом пользу. Сделайте что-то ценное и важное. Кстати, если вы кормите бездомного кота и кормите его регулярно, то представьте себе, что кот может без вас и умрет. Поэтому вы уже делаете хорошее дело. Тут не суть важна изначальная величина. Важен посыл. Когда вы берете этот посыл, то со временем вы чувствуете, как масса нарастает, как бизнес. Сначала бизнес, знаете, имеет маленькие какие-то оборотики, да, он там такой малыш, но потом со временем он крепнет и становится мощным. Так и вы можете стать очень мощными. И вы можете не просто научиться делать выбор. Я хочу, чтобы вы научились кайфовать от того, что это ваш выбор. Вы просто не понимаете, те, кто этого не делает, насколько сильный это кайф понимать, что это мое осознанное, собственное решение. И я готова. Вне зависимости от того, что будет по факту, потому что это игра, да, это когда я бросаю жетончик. Я догадываюсь, я хочу выиграть, я думаю об этом, но я понимаю, что возможно, это будет еще одна попытка. Кстати, сейчас на Нетфликсе, я вчера смотрела, вышел новый сериал про теннисистов, документальный. Не помню, как он называется, там, Большой шлем, по-моему, что-то такое. Он на английском языке с перевода. Офигенный. Я его начала смотреть вчера ночью, потому что я уже такая, знаете, когда у меня мозги чуть-чуть выключаются. История про чемпионов. Я вообще обожаю смотреть истории про чемпионов. И там два теннисиста, сори, я не очень в именах сильна, парень и девушка, они вдвоем теннисисты, там, первой лиги. И вот она проиграла, и она пришла к нему, они вместе живут, она пришла к нему, там, они обобщаются. И он говорит, ты знаешь, я тоже много проигрывал, но каждый раз я себе говорил, что я проигрываю для того, чтобы еще потренироваться на проигрыше и обязательно выиграть. Ведь каждый мой поединок, это поединок с сильным теннисистом, с которым я могу чему-то научиться, в котором я могу чему-то научиться. Проигрыш – это факт, а процесс – это игра. Вы становитесь сильнее в процессе. Каждое действие делает вас сильнее. И когда этих действий вы начинаете делать на регулярной основе и растете в их исполнении, то рано или поздно вы все равно выиграете. Это процесс времени. Нельзя опускать руки только потому, что у вас где-то что-то не сразу получается, потому что это какая-то неверная попытка. Нет, это процесс, это еще одна тренировка. Нельзя считать результатом исход какой-то тренировки. Чем больше вы будете тренироваться, тем больше галочек с победами вы будете одерживать. И жизнь – это про это. Любое решение, которое вы принимаете, начать заниматься спортом, начать следить за своими мыслями, начать самостоятельно ставить себе цели, начать дисциплинированно просыпаться, начать выбирать свое окружение. Начать устанавливать личные границы и объяснять другим людям, что вы не помойное ведро, чтобы они на вас сбрасывали фокус своего видения вас. Вот знаете, я обожаю вот эту обратную связь. Что такое вообще обратная связь? Это проекция другого человека. Вы же какой-то человек, и у вас есть свое понимание, что такое хорошо, что такое плохо, что такое красиво, что такое не очень. И вы, давая мне, например, обратную связь, вы даете мне свою проекцию, то, как вы меня видите, например. Окей, когда вы мне говорите, Оль, спасибо, нравишься, класс, да, мне это приятно, но бывает, что вы просто человек, которому нравится сбрасывать говнишко, потому что либо человек нейтрален, меня не тронуло, либо человек позитивен. Негатив, когда человек хочет выставить свою проекцию негатива на другого человека, говорит только о том, что этого негатива у него полно. И он хочет использовать тебя как мусорное ведро, чтобы свои помои перелить на тебя, да, сказать тебе, да ты мне не нравишься, да ты говняная, да ты не так говоришь, да ты не так делаешь. То есть я это всегда называю признаком шизофрении, да, когда по улице идет человек и такой начинает, да ты, да ты, ты такой думаешь, боже мой, а ты ему не понравился. Но это же как бы странно было бы, если вы шли по улице и каждому рассказывали, нравится он вам или нет. Да вас, собственно, никто не спрашивал, нравлюсь я вам или нет, да, оставьте свое мнение. Так вот, когда вы начинаете бояться вот этих чужих проекций и принимать их, да, человек на вас сбрасывает свое говнишко, а вы это почему-то принимаете. Вы ему скажите, во-первых, я тебе не помойное ведро, во-вторых, это всего лишь твое мнение, в-третьих, когда оно мне будет интересно, я тебя, может быть, и спрошу, но сразу тебе скажу, оно мне неинтересно. Следующее, до свидания. Учитесь отстаивать и свои личные границы в том числе. Это нормально. Это нас учили, наши родители, ты должен слушать, ты должен нравиться, ты должен то, ты должен все. Это никому, ни хрена не должен, понимаете? Никому и ни хрена. Еще вот одна история я вам расскажу, как много инсайтов. Спасибо, я рада, что вы инсайтируете почти как оргазмируете. Смотрите, очень много меня в жизни научила история со школой. Вообще, мне кажется, школа – это прекрасная тема, вот мы там получили много всего. Я помню, как каждый раз, когда на родительское собрание приглашали наших родителей, родители всегда занимали позицию учителей, они приходили и тебя ругали, говорили, что же ты опаздываешь, что же ты разговариваешь по телефону, и если ты продолжишь получать там тройки или там учитель сказал, что ты там грубиянишь. И родитель, вне зависимости, не понимая вообще ситуацию, которая происходит, почему так происходит, да, какой там этот учитель, родитель всегда занимал позицию учителя. И это было дико неприятно, вообще всегда. Но почему? Да? И вообще взрослые, они всегда объединялись против детей. Помните, у нас в детстве так было. Если ты ребенок, то все, тебе пипец. Если тебя вызывают к директору, то это вообще просто. Я, например, ну сейчас очень многое поменялось, но я себе еще с детства пообещала, что я всегда буду принимать позицию своих детей. Я всегда в команде с ними, и мои дети всегда знают, что семья, мама, папа, это главная опора и поддержка. И вне зависимости от того, что происходит, они могут быть честными, откровенными, и они могут опираться на это. Когда я разговариваю с учителями, почему я это вспомнила, сегодня мне пришел опрос, у нас частная школа, и нам приходят опросы. Как мы вам нравимся, сильно или не очень, что бы вы хотели улучшить. Я сегодня написала целую петицию по всем моментам, которые мне не нравятся. Мы сейчас находимся на онлайн-обучении, оно сильно отличается от оффлайна, безусловно, это нормально, тем более оно еще новое, запускается. Я сегодня написала огромное количество моментов, суть которых была в очень простом. Больше общайтесь здесь с детьми, пусть дети сами выбирают, нравится им педагоги или нет. Если у ребенка проблема с предметом, педагог должен быть этим озабочен, и он должен эту проблему решать. Не ребенок, которому непонятно, а школа и руководство, кто взял такого педагога, который делает так, чтобы ребенку было непонятно. Учитесь быть смелыми и классными. Это ваша жизнь, мать вашу, она здесь и сейчас. Еще раз, страдайте, сопереживайте, но выделяйте под это процент своего времени. Вы не можете 90% времени сопереживать, страдать и дохнуть, потому что это не про жизнь, потому что зачем вы вообще тогда живете, кому вы поможете этим? Каким человеком вы себя в этот момент чувствуете? Великим? Да никакой вы не великий, потому что вы не можете ни помочь, ни как человеку, потому что вы ни хера не зарабатываете, вы никак не можете привлечь никакой общественности, вы ничего не можете в этот момент. Вы сидите с соплями и со страхом, и страдаете, и размышляете на те темы, на которые никак не можете повлиять. Потому что единственный человек, на которого вы можете повлиять, но пока еще не влияете, это вы сами. Справьтесь сначала с собой. Перед тем, как плюнуть в другого или рассказать, что он неправильно правит миром, или еще что-то делает, посмотрите, как вы правите своим миром, что там в вашем мире происходит, почему в вашем мире правит ваш мужик, ваша мама или ваша подруга, которая рассказывает вам до сих пор, как вам необходимо жить, кому вам нужно учиться, что вам нужно смотреть, как вам нужно делать. Поймите, наконец-то, вы взрослый человек, взрослый, и как-то сами должны научиться с этим разбираться. И для начала создавать свою собственную жизнь, управлять своими собственными эмоциями, выбирать свои личные мысли. Потому что до тех пор, пока в вашей голове будет весь этот шлаг, и управленцами будут другие люди, что вы вообще хотите? Это очень и очень важно осознать. На этой замечательной ноте я буду завершать свое повествование. Я вас очень сильно попрошу оставить мне комментарии, если вы хотите меня, я буду сейчас ультиматум ставить, если вы меня хотите спровоцировать немножко, чтобы я эфиры давала почаще, несмотря на все, что происходит. Мне хочется тоже к вам выходить почаще, но мне нужна ваша мотивация. Мне очень хочется, чтобы эфиров смотрело больше людей. Завтра, на всякий случай предупреждаю, у меня стартует марафон «Закон и денег», где будем работать над денежным мышлением. У меня в шапке профиля всегда есть ссылка, по ней вы переходите на мой сайт, и видите, все актуальное. У всех, у кого вопросы с деньгами, и кто хочет проработать денежное мышление, welcome, завтра отличный для этого случай. Марафон длится 10 дней, но очень эффективный и очень хорошо промывает мозг в контексте денег и энергию в контексте денег, потому что все взаимосвязано. Спасибо всем, кто посмотрел. Пожалуйста, не прошу вас донаты, прошу вас оставить мне комментарий, сохранить эфир, и будет прям супер, если сделаете репост, если он вам по-настоящему понравился, и вы хотите, чтобы вас окружали классные, продвинутые друзья, а не те, которые вечно вам ноют, рассказывают, почему сейчас нужно подождать, почему вы больше не стоите, и так далее, почему, почему, и почему. И ко всем друзьям обращаюсь с вашим тоже, которые будут смотреть и меня не знают, и увидят по ссылке своих друзей. Будьте кайфовыми друзьями, поддерживайте, наоборот, наполняйте верой, а не рассказывайте, почему нет. Создавайте для себя успешное окружение думающих, взрослых людей. Не важно, что происходит, и не важно, что будет происходить дальше. Фокусируйтесь на себе, и будьте тем человеком, за которого вам самим будет не стыдно в этой жизни, раз уж мы с вами ее проживаем. Все, всем спасибо, друзья.